Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Гришин и я рад вас всех видеть на канале English. Сразу начну с вопроса к вам. Как вы думаете, что это за фраза? В чем различие между этими предложениями? I used to read a lot. I'm used to reading a lot. Кто-то подумал, наверное, used to это от глагола use. To use это использовать. Я использовал читать много. На самом деле эти фразы не имеют ничего общего с глаголом to use. По порядку. Первое. Фраза used to это значит раньше. Вот и все. Раньше. Used to переводится на русский раньше. Чем-то вы раньше занимались, теперь это не делаете. I used to read a lot. Раньше я много читал. Вот и все. I used to read a lot. Все просто. Давайте еще один пример. Раньше я просыпался в 6 утра. Ну? I used to. Сразу же I used to. Потом просыпался. Wake up. I used to wake up at 6 am. Вот и все. I used to wake up at 6 am. Раньше я просыпался в 6. А теперь я просыпаюсь, скажем, в 8. Больше я в 6 утра не просыпаюсь. Это все осталось в прошлом. Used to. Раньше что-то делал. Теперь не делаю. Так. Теперь. Вопрос. Три варианта ответа. Three options. Предложение на перевод. Раньше я был очень занят. Ну? Правильный вариант. Пишите в комментариях. Я посмотрю, поставлю лайк. Кто быстрее всех усвоил тему. So, three options. Три варианта. Раньше я был очень занят. Первое. I used to be very busy. Option B. I used to very busy. Option C. I used to be very busy. Ну? У вас 5 секунд. Какой ответ правильный? Хорошенько подумайте. Готовы? Кому еще нужно время, поставьте паузу. Подумайте хорошенько. А правильный вариант у нас option C. Третий вариант. Option C. I used to be very busy. Used to. С окончанием ED. Used to. Раньше. To be. Был very busy. Очень занят. Запомнили? I used to be. Раньше был. Следующее задание. Кто услышит в словах Шерлока фразу used to? Слушаем фрагменты Шерлока. Пытаемся услышать used to. Some secret societies used to send dried melon seeds, orange pips, things like that, five pips. Шерлок говорит. Some secret societies used to send dried melon seeds, orange pips, things like that, five pips. То есть раньше секретное или тайное общество посылали сушеные семечки дыни или апельсиновые косточки по пять штук. Used to send. Поняли, да? Used to. Это у нас прошедшее время по simple окончание иди. Глагол как будто бы used, но это совсем другое значение, да? Но тем не менее used плюс иди как будто бы, да? Used to получается. Произносим глухо. Used to. Used to. Это значит раньше, по simple. И вот еще реплика Санса Старк из Игры Престолов. My sister used to do that when she was angry with me. То есть моя сестра раньше так поступала, когда была на меня зла. Друзья, и чтобы вы наверняка запомнили фразу, давайте еще один пример. Теория Большого Взрыва. Бернадетт говорит. У моей мамы раньше был нелегальный, незаконный детский сад в подвале. My mother used to run an illegal daycare center in our basement. Послушайте. My mother used to run an illegal daycare center in our basement. Кстати, интересно, да? Run, to run, это не только бегать, это еще и управлять бизнесом. To run a business. Руководить. В данном случае, my mother used to run. Мама раньше руководила, то есть раньше управляла детским садиком. Запомните, глагол to run, не только бегать, еще и руководить, управлять. Фраза used to. Раньше. Теперь, вопросы отрицания. То, что вызывает трудности. Предположим, вас подруга или друг спрашивает. Ты раньше прогуливал в школу? Или ты раньше прогуливал в школу? Вы отвечаете. Я? Нет, я не прогуливал в школу раньше. Я была хорошей ученицей, я была хорошим учеником, прилежным. Ты раньше прогуливал в школу? Did you used to skip school? Did you used to? Почему did? Потому что used to, это прошедшее время, past simple. В past simple мы используем did для вопроса и did not для отрицания. Did you used to skip school? И видите, у нас used to, окончание и di исчезает. Если у нас есть did, то окончание у глагола уже исчезает. Запомните. И ответ? I didn't used to skip school. I was a good student. Я? Нет, я не прогуливал в школу раньше. I didn't used to skip school. Слышали? Didn't used to. У нас не used. Почему у нас нет окончания? Потому что did not. Если у нас есть did not, то мы уже не используем окончание у глаголов past simple. I didn't used to skip school. Запомните. Used to, это прошедшее время past simple. Поэтому при вопросе и отрицании мы используем вспомогательный глагол did. И если у нас есть did, то уже нет окончания и di. Поняли? Great. Отлично. Следующая фраза у нас to be used to. Еще бывает get used to, но про это позже. Для начала to be used to. Вот пример уже на доске. I'm used to reading a lot. Значит, здесь у нас бывает любая форма. Am, is, are. Дальше used to. Вы это уже поняли. То же самое, что здесь. Но далее следует у нас глагол с окончанием ing. Инглая форма. Вообще это герундий, но это в принципе не обязательно знать. Главное запомните, что окончание ing. Итак. I'm used to reading a lot. Это значит, я привык много читать. Даже скорее я привыкший много читать. То есть, я привыкший много читать. Я уже в этом состоянии. Я привыкший. Я привык много читать. Так по-русски звучит лучше на самом деле. Понимаете? Первая фраза used to. Значит, раньше делал, теперь не делаю. А be used to reading, drinking, thinking. Это значит привык к чему-то. Привыкший. Пример с вставанием в 6 утра. Я говорил, что я раньше встаю в 6 утра, теперь не встаю. А если я привык вставать в 6 утра? Ну, как мы скажем. То есть, я уже привыкший к этому. Да, я привыкший вставать в 6 утра. I'm used to waking up at 6 am. I'm used to waking up. Местоимение у нас I подлежащее, поэтому am. Тут было то же самое. I am used to waking up. Wake с окончанием ing. Waking up at 6 am. То есть, я привыкший к этому. Я встаю в 6 утра. Это уже нормально. Мне это нетрудно делать. Запомнили? Но бывает не только глагол ставится после used to. Мы можем поставить существительное. Мы к чему-то привыкли. Допустим, Добби говорит из Гарри Поттера. Добби привык к угрозам смерти, сэр. Добби is used to death threat, сэр. Добби is used to death threat, сэр. Добби is. Потому что это he, поэтому is. Добби is used to death threats, сэр. Death threats это угроза смерти. Друзья, давайте теперь зададим вопрос и сделаем отрицание. Used to. Мы уже отработали. Теперь be used to. Раз у нас есть be, он и помогает нам делать вопрос отрицания. Вспомогательный глагол to be. Такое предложение. Ты уже привык тут жить? Вы отвечаете, да, я уже привык. Are you used to living here? Yes, I'm used to living here. Или же отрицание. No, I'm not used to living here. Be used to значит быть привыкшим к чему-то. А как сказать именно привыкнуть? Скажем, мне нужно к чему-то привыкнуть. Вернемся к тому же примеру. Вставать в 6 утра, да. Мне нужно привыкнуть вставать в 6 утра. I need, мне нужно. To get used to waking up at 6 am. Используем глагол get. Get used to. Это значит привыкнуть к чему-то, к чему-то новому. I need to get used to. Вот и все. Вместо be мы используем get. Get used to waking up. Waking, wake с окончанием ing, все то же самое. Waking up at 6 am. Запомнили? Get used to. Это к чему-то новому привыкнуть. Бри из отчаянных домохозяек говорит. Тебе нужно привыкнуть к плохой готовке. You need to get used to bad cooking. You need to get used to bad cooking. Вот оно. Тебе нужно привыкнуть. You need to get used to bad cooking. А вот интересный пример. Из сериала Бастла Даунтон. Леди Мэри говорит. Ты скоро привыкнешь, то есть в будущем, да. Ты привыкнешь к тому, как мы тут живем, к нашему быту. You will soon get used to the way the things are done here. You'll soon get used to the way things are done here. You will soon get used to. You will. Будущее, да. Future simple. You'll soon get used to the way the things are done here. В данном случае уже не инговая форма, а просто the things are done here. Целая маленькая продаточная часть. И если говорить про вопрос отрицания, здесь все просто. Ты привык к своей новой работе? Нет, еще не привык. Ты привык. Это прошедшее можно сделать. Did you get used to your new job? Ты уже привык к своей новой работе? Did you get used to? No, I didn't get used to my new job. Did у нас помощник. Did you get used to? No, I didn't get used to. Все просто. Либо еще вариант. Я все еще привыкаю к своей новой работе. I'm still getting used to my new job. Это у нас уже present continuous, настоящая продолженная. I'm still getting used to my new job. Это тоже можно. Отличный вариант. Предведем итог. Всего у нас три фразы. Первая. Used to do something. Раньше делал, что-то теперь не делаю. Be used to doing something. Be used to something. Это у нас что? Это к чему-то быть привыкшим. Там либо инговая форма, либо к чему-то. I'm used to my new boss. Привык к новому боссу. И третье. Это через глагол get. To get used to doing something. To get used to something. К чему-то привыкнуть. Тоже самое инговая форма, либо существительное там может стоять. Друзья, я в этом видео я вам не рассказал про одно из значений глагола would, которое очень похоже на фразу used to. Поэтому я оставил ссылку в описании к этому ролику на статью из блога English, где вы сможете прочитать про would и еще раз закрепить, повторить used to, be used to, get used to. И в конце статьи вас ждет тест на эту тему. Пройдите тест и как раз мы узнаем, кто внимательно меня слушал, а кому стоит еще раз посмотреть видеоролик. Также дополнительное задание. Придумайте свои примеры на эти фразы и пишите в комментариях. Я проверю. Поставлю лайк, если все правильно. Друзья, вы смотрели канал English, подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте лайк, and see you guys really soon in the next video. Bye-bye.